Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы поговорить о качественных патопсихологических методиках. Исключительно о них. Вы сейчас видите папочку, которая находится собственно на нашем сайте. Все методики дифференцированы по методикам, направленным на исследование внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. Мне написали на почту и несколько задали удивительных вопросов, почему у вас так все это расположено. Давайте для начала зайдем в папочку мышления. И первое, что мы с вами увидим из 17 методик, которые мы предлагаем к реализации, это методика пиктограммы. Для специалистов далеко не секрет, что эта методика используется в 95% случаях для исследования мышления. То есть ассоциативные образы, конкретно ситуационный, атрибутивный, понятийный уровень, абстрактно-метафорический или выхолощенный. Четыре уровня мыслительных процессов, четыре уровня мышления, ассоциативной деятельности любого человека. Методика позволяет четко дифференцировать степень нарушений и их выраженности по различным нозологиям, по симптомам, симптомокомплексам, нозологической диагностики. И эта методика, как я уже сказал, она направлена именно на исследование мышления. Кроме того, методика, конечно, используется для исследования отсроченной опосредованной памяти. Два вида памяти существуют, механическая непосредственная и опосредованная память. И вот эта, собственно, методика позволяет оценить и то, и другое. И память как таковую, и ее надежность и валидность в этом смысле очень высока. И мышление. За эту методику можно продать душу, можно заменить ей многие-многие-многие стандартизированные бланковые тесты. Мне задали вопрос. Ладно, с методикой пиктограммы и понятно. А почему же у вас, спрашивают меня, опосредованное запоминание по Леонтьеву находится в разделе память. Методика по формальному признаку называется опосредованное запоминание, но пользователи совершенно правы. Я сначала опешил, а как же действительно так, а потом следующая мысль. Действительно, методика используется в 95% случаях по аналогии с методикой пиктограммы для исследования мышления человека. Смотрите, значит, что она из себя представляет, эта методика. Она используется и для исследования памяти, и для исследования мышления. Леонтьев разрабатывал ее в свое время и опробировал ее прежде всего на больных, умственно отсталых и больных уже в возрасте, страдающих Корсаковским синдромом. Соответственно, он ее не адаптировал для различных нозологий, за исключением, опять же повторюсь, Корсаковского синдрома. Но, тем не менее, методика исследует и память как таковую в меньшей степени, в большей степени, она, конечно, исследует мыслительные процессы. Обратите внимание, так выглядит стимульный материал этой методики. В каждой из серий находится 30 карточек. Так вот они выглядят абсолютно точно, оригинальные, размер их, значит, 5 на 5 сантиметров. И, соответственно, слова для запоминания. Открою секрет. Так вот они выглядят. Соответственно, на зачитывание слова. Да, забегаю немножко вперед. Давайте сверну это. Перед испытуемым инструкция вкратце неформальна, а так как я ее, в общем-то, трансформирую немножко, даю своим пациентам. Соответственно, перед испытуемым раскладываются 30 карточек на столе, не открыто, а затем дается инструкция. Я вам сейчас буду зачитывать слова. Ваша задача выбрать на каждое слово одно из предложенных изображений. Соответственно, испытуемый видит все карточки. Ему зачитывается слово «свет», «обед», «урок». Менять вот эти стимульные слова ни в коем случае не рекомендуется. Это запрещено. Методика очень строго, очень жестко, Леонтьевым адаптирована. Другие наборы слов недопустимы в принципе. Итак, вернемся к стимульному материалу. Человеку зачитывается слово «свет», «обед», «урок», плавно, постепенно, не торопясь. И, соответственно, пациент выбирает, допустим, свет, светлый, ясный, солнечный день, говорит. Он и выбирает вот эту карточку. Отсроченно ему предполагается по инструкции через 40 минут или 1 час, или же в конце обследования, три варианта, человек должен вспомнить. Человеку снова зачитываются, вернее, он берет карточку и вспоминает те слова, которые ему были зачитаны. Вот такая методика позволяет оценить, соответственно, память прежде всего. А теперь смотрите один из ярких примеров, которые приходят мне на память. Это четвертая серия, обратите внимание, карточка 27. Соответственно, человеку зачитывается слово «дождь». Давайте ее посмотрим, слова для запоминания. Первое слово «дождь». И, исходя из реальной практики, получается следующее. Зачитывается слово «дождь». И испытуемая женщина выбирает карточку под номером 27. Расческа объясняет это тем, что струи дождя, капли дождя, такие же прямые, как зубья у этой самой расчески. Для специалистов сейчас никакого сомнения не вызывает тот факт, что речь идет о выхолощенном, слабом признаке предмета. Соответственно, одна карточка дает понимание того, что присутствует так называемый выхолощенный, бессодержательный, ассоциативный ряд. И это встречается только при двух возможных нозологиях. Это шизофрения или же маниакально-депрессивный психоз. Вот такая она диагностика, вот такая она психология, вот такая она патопсихология. По одной карточке, по одной методике у человека, у специалиста, медицинского психолога не остается никаких сомнений, в каком направлении должно дальше двигаться его патопсихологическое текущее исследование. Соответственно, конкретно ситуационные образы, их очень много. То есть, можно оценить и умственную отсталость, как это делал непосредственно Леонтьев. Он исследовал больных Корсаковским синдромом. И, соответственно, людей умственно отсталых с врожденной патологией мышления, олигофрения, ну и некоторые виды эпилепсии. Вот таким образом осуществляется методика. Методика стоит сущие копейки. Она очень хорошо, прогностически валидна и надежна. Эта методика используется в нашей лаборатории очень долгое и продолжительное время и дает удивительные, поразительные результаты. Подчас она бывает маленькое отступление. Замещает методику пиктограммы в некоторых случаях. То есть, преимущественно мы используем обязательно пиктограммы. Но иногда, в силу определенных причин и обстоятельств, даем вот эту методику. Например, с детьми с ней работать проще. Ну, в некотором смысле. Иногда ребенку проще нарисовать пиктограммы. Иногда ребенку проще выбрать такие уже готовые карточки для оценки его отсроченного запоминания, отсроченной памяти. И, соответственно, уровня его качества, его мыслительной деятельности, ассоциативного ряда. Вот, пожалуй, все, о чем я хотел сейчас поговорить. Благодарю вас за внимание и удачи вам!